Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Павел Георгиев и вы на канале Георгиев Travel. Мы прилетели на Хайнань для того, чтобы показать вам все открывшиеся новые отели. И сейчас мы находимся в отеле Аркадия 5 звезд, бухта Сяншу. Мы покажем вам здесь какие номера, какая здесь территория, насколько близок он морю, какое здесь питание и так далее. И плюс будут новые фишки, это виды сверху этих отелей, чтобы вы могли понять где он расположен. Пойдемте вместе смотреть. Сейчас нам подготовят ключи, мы пойдем посмотрим номера, посмотрим территорию, как и говорил, посмотрим пляжи. Обязательно мы снимем завтрак. Кстати по питанию сразу отдельно скажу. Ужины здесь к сожалению пока шведский стол не проходят. Ужины можно купить здесь и отправиться в отель Руизи и там поужинать. Давайте с вами пока смотрим лобби, пока нам несут ключи и показать номера. Смотрите здесь сразу в лобби, чуть дальше пройдя из зоны отдыха комфортно, также здесь представлен бар. Можно заказать какие-то себе напитки, посерфить в интернете. Также здесь смотрите выход есть на крышу, то есть отсюда уже открывается вид на море. Вот как и говорили, вот несколько корпусов. Вот непосредственно близости у нас находится море, здесь же рядом пляж. Как говорил, здесь все-таки еще идет ремонтная работа. Сейчас мы уточним, когда они завершатся, потому что отель этот новый. Когда они завершатся будет просто здесь супер, это я вам гарантирую, потому что сейчас вы посмотрите территорию, поймите какое количество бассейнов и как здесь все будет красиво, поэтому это точно наверняка. Вот поэтому море вот у нас совсем близко, отель на первой линии расположен, вот они здесь корпуса. Смотрим вид сверху и идем дальше. уже подошли, сейчас мы пойдем вместе смотреть с вами номера. Мы уже пришли за ключами, сейчас нам выйдут и пойдем смотреть номера. Сейчас уточнил, когда здесь закончится ремонт, я сейчас покажу. Да, вы наверно сверху уже видели, что происходит немного на территории подготовка ее. Сейчас у нас на улице 22 ноября. Пообещали, что бассейны будут запущены уже в течение недели, максимум двух. То есть, соответственно, все, кто прилетают уже в декабре, уже будут здесь бассейнами, а полностью ремонт завершится концу декабря. Поэтому это все по планам, имейте это в виду. Мы получили ключи от номеров, у нас будет четыре категории номера. Мы сейчас пойдем все вместе посмотрим с этим молодым человеком, у нас все покажет. Мы с вами посетим сейчас номер люкс. Я вам сейчас его покажу. Смотрите, какой он огромный, просторный. Вот смотрите. То есть, это номер люкс. Здесь, смотрите, огромное большое расстояние. Здесь пол кафельный, не ковровое покрытие. Огромный балкон, сразу хочется на него выйти. Сразу с видом на море. Здесь у нас территория. Вот виллы достраивают. Соответственно, здесь вот бассейн. Здесь аквапарк, кстати, общий. Руизи. Здесь можно приходить из отеля. И Аркадия можно приходить. Но абсолютно бесплатно. Вот здесь выход на море. Вот здесь совершенно сразу близко находится пляж. Соответственно, там же стоят шезлоны. Вот. Ну пойдемте, досмотрим номер дальше. Да, видите, здесь у нас вот такая вот огромная спальня. Очень классно, красиво оформленная, как любят многие, да, со свольником и так далее. Также, соответственно, спальня балкона, но общая, да, вместе с гостиной. Здесь также расположен плазменный телевизор большой. Все новое, свежее, естественно, новый отель. Никаких там сколов, царапин и так далее нет. Пахнет очень приятно. Вкусно все. То есть, отличное размещение. Точно играет очень хорошее. Ну, здесь, как видим, да, представлен гардероб. В гардеробе есть все необходимое, включая сланцы мужские и женские. Здесь у нас в шкафу есть халаты. Все чистенькие, опрятненькие, как видите, да, с фирменной символикой. По ним можно спокойно гулять по территории или здесь, в доме. Ну и заходим в ванну. Смотрите, вот такая у нас огромная ванна, интересная, расположенная. Здесь у нас есть две раковины, чтобы мы могли спокойно умываться и не задерживать друг друга. Здесь очень интересно вот так вот зеркало, а за зеркалом у нас уже окно. Вот, ну, соответственно, все принадлежности, они имеются. Здесь у нас еще дополнительно есть душ, ну и, соответственно, уборная, сам туалет. Вот, такой классный номер, я считаю, очень-очень достойный, при том, что сейчас здесь размещение достаточно недорогое. Я думаю, как только завершится ремонт, цены здесь сильно вырастут, потому что считаю, это очень достойный, очень хороший, качественный отель с качественным ремонтом и местоположение тоже очень хорошее. Но если вы думаете, что в этом номере все, больше нет ничего, о, вы заблуждаетесь, смотрите, здесь есть еще одна комната, и это настоящее детское, в форме корабля. Смотрите, как круто все сделано. Здесь также есть огромный балкон, посмотрите, он защищен, то есть детям, я считаю, здесь можно спокойно гулять, да, то есть нет никакой опасности для того, чтобы они потом могли, не дай бог, выпасть, поэтому все супер и отлично. А вот, кстати, смотрите, уже с этой стороны наполнен бассейн, его уже чистят, подготавливают, и вот опять же отеля территории, вот отельная территория, ну и как говорил, вот он на рядом море. Очень круто, смотрите, все номера, видите, с балконами, мы, естественно, с вами сейчас пока в номер люкс, мы, конечно, посмотрим категории ниже, но, тем не менее, нам нужно, чтобы вы видели. Здесь также в нем, естественно, есть, естественно, также есть плазма, дополнительно здесь есть свой туалет, раковина и, соответственно, уборная. Душа здесь нету, а нет в руках, вот он есть душ, и душ, вот, когда есть здесь. Так что, смотрите, очень классное размещение, очень красивый, качественный номер, так что идем дальше смотреть. А вот еще на входе у нас, кстати, тоже есть сразу раковина и еще один туалет, поэтому в таком месте можно ли разлучаться большой семьей дружной, либо с друзьями целой компании. Здесь будет всем комфортно, здесь огромная площадь. Ну вот, друзья, как я и говорил, у нас завершающая стадия ремонта в отеле Аркадия. Смотрите, уже бассейны, они уже готовы, их осталось только вычистить, поэтому реально, что через неделю их уже наполнить водой. Смотрите, есть детская зона, еще вот одна для более мелких детей джакузи будет, здесь более глубокая зона для взрослых. А вся остальная территория благоустроится и завершится, как и сказали, до конца декабря. Сейчас я вас приглашаю в номер Garden View. Это самый распространенный, самый недорогой будет номер. И давайте начнем его осмотр. Соответственно, вот такой у нас номер Garden View. Он бывает с одной большой кроватью или с двумя раздельными. Я считаю, тоже в очень интересном стиле сделал, здесь даже как-то картины какие-то уникальные нарисованы, очень прикольно. Вот, также, соответственно, смотрите, здесь вот на кровать большая, огромная, здесь также плазма с кучей выбора каналов. Русских навряд ли они есть, это редкое условие, возможно, потом дополнительно сделают им. Здесь также есть балкон с видом на сад. То есть здесь в данном моменте он выходит на дорогу, это где вот мы заходили с вами, вот здесь вот мы с вами заходили в лобби отеля. Соответственно, вот здесь вход и это с видом на сад, номера не на море. Вот, то есть также здесь огромный балкон, можно здесь посидеть, отдохнуть. Что еще и примечательно. Вот эта штука мне очень понравилась. Смотрите, здесь можно сидеть, отдыхать, заниматься своими своими делами. Опять же, как говорил, посерфить в интернете. Очень крутые, блин, прикольные номера. Мне очень нравится. На себе же ничего нету там потертого, соответственно, ободранного чего-либо. Ну, отель новый, что здесь говорить. Давайте дальше двигаемся. У нас здесь есть ванна. Ванна, как любят в китайском стиле, она, соответственно, сделана и соединяется с комнатой. Смотрите, вот так вот у нас размещена ванна. Ну, тоже считаю, очень интересная сама ванна, дизайн. Здесь, соответственно, раковина. Дополнительно есть душ. То есть, если даже вдвоем, можно смело занимать вдвоем ванну и никакой проблемы с ней не будет. Ну, естественно, все принадлежности есть. Также в номере Garden View есть халаты, также все свеженькое. Сейф. Кстати, сейфы стоят везде. Также набор сланцев, тапочек и так далее. Вот, также есть чайник, кружки, бокалы вот для вина даже слежат, пожалуйста. А вот про ванну, что хотел сказать. Ванна здесь вот так вот интересно сделана. Она закрытая, если необходимо, вы открыли и все видно, да? То есть, с одной стороны или, соответственно, можно будет с другой стороны открыть и у вас здесь будет и солнечный свет, и просто такая фишка у китайцев есть. Во многих отелях у них так сделано, что ванна открывается и полностью доступна для обзора все комнаты или так далее. А еще чаще бывают у них ванны есть на балконах. Вот, ну что, отличный номер Garden View, считаю, очень достойное, очень хорошее размещение. 5 звезд однозначно здесь и никаких других вопросов нет. Также здесь полукафельный. Вот, что смотрим? Вот, еще раз вид из окна. Кстати, вон там у нас, в той стороне находится отель Ruizy Hospitality, они совсем рядом. Здесь, если по прямой, совсем коротко, но их надо немножко обходить, поэтому дорога занимает около пяти минут. Вот, море, как я говорил, здесь совсем рядом. Ну что, супер отель, супер номер, все новое, свежее. Давайте идем смотреть следующую категорию номеров. Друзья, ну вот, мы подошли к другому номеру. Этот номер будет практически такой же, но он будет с видом на море. Это, смотрите, номер на троих человек. Здесь одна большая, это спальная кровать и еще дополнительно представлено. Вот это выглядит номер triple, да, то есть это двое взрослых и ребенок, или, возможно, на троих взрослых. Здесь также классная дизайнерская стена с рыбками. Мне очень нравится тоже, да, все как бы сделано, видно с душой, никакая не фотопечать, реально нарисована. По размеру номер такой же, как Garden View, но он с видом на море. Да, давайте сразу посмотрим вид. Здесь также имеется балкон. Вот она, наша территория. Как раз мы сейчас в той зоне, где бассейн завершает свой ремонт. Уже, точнее, он завершен. Осталось его почистить, наполнить водой, поэтому реально здесь в конце недели уже будет вода. Вот, смотрите, какой классно открывается вид. То есть, вот панорама, здесь море. Вот он сразу здесь выходит, вот по этой дорожке выходит и сразу смотрит. Соответственно, вот балкон. Давайте теперь перейдем еще раз к номеру. Смотрим наш номер. У нас здесь есть с вами такая же замечательная качель. Также можно отдыхать, не релакс. Есть место для работы. Кому нужно поработать без проблем, пожалуйста, стол, стул все есть. Интернет, кстати. Кому нужен более стабильный, более четкий слан вход. То есть, обычный проводной интернет. Пока не вижу, есть ли здесь провод, но если что, то можно попросить или взять с собой. Отличные большие кровати. Также свежая, чистая. Как я напоминаю, отель новый. Что, ванна здесь такая же. Соответственно, она размещена в этом же месте. Также эта фишечка китайцев. Она открывается или закрывается, соединяясь с комнатой. Да, как вы видите. Вот, соответственно, также есть ванна, также туалет, также дополнительно душа и также все принадлежности, раковина. Все здесь есть. Во всех номерах, как я говорил, уже есть сейфы, халаты, тапочки. Все есть. Как я говорил, здесь также кружечки, воду приносится, бокалы для вина. Так что чайник. Ну, все необходимое для комфортного, качественного отдыха есть. Ну, вот, друзья, у нас еще осталась одна категория номера. Это будет номер с видом также на море. Он будет дабл, то есть двухместное размещение с двумя отдельными кроватями. Смотрим. Итак, видим, здесь опять же наша любимая дизайнерская стена. Заметьте, да, каждые стены, они уникальны. Разрисованы, видимо, как я говорил, вручную. Смотрите, здесь две отдельные большие кровати. Соответственно, если вы поедете с детьми, ну, действительно большого возраста, их можно размещать. Кровать для них, другую для себя. Ширина кровати составляет метр-су. Сорок. Поэтому, в принципе, достаточно комфортное будет размещение. Вот две отдельные кровати. Здесь также все в номере есть. Также есть телевизор, зона рабочая. Также это замечательное качели есть, с которыми можно отдыхать. Здесь есть балкон. Балкон также с видом на море. Здесь мы уже немножко с другого ракурса зашли. Смотрите, да, вот это вот выход в лобби. Вот здесь, видите, уже внизу зеленая территория. Она вся благоустроенная. Идут немного завершающие работы. Вот у нас вид на море. Здесь также все очень чисто, опрятно. Что еще могу отметить? Очень похожи они по своим размерам. На Garden View, на Seville вот эти номера были. Мне кажется, вот этот номер немного только пошире. Тем более чуть поуже. А так, в целом, все, в принципе, то же самое. С ванной здесь та же самая история. Она точно так же открывается. Па-бам! И ванна готова. Вот, можно заказать и отсюда купаться. Можно здесь лежать и смотреть на море отсюда. Соответственно, ну, давайте зайдем, посмотрим все равно. Вот наша ванна представлена. Здесь также, вот она, раковина. Все то же самое, дополнительно, есть душевая. Ну, и, соответственно, сам квадрат. Также сейф, халаты, тапочки, все принадлежности, чайник. Вообще нет проблем. Хорошего отдыха. Ну вот, друзья, то есть, завершаем осмотр номеров. Пойдемте теперь смотреть с вами вместе территорию. Ну, и, как всегда, я не забываю работать со своими дорогими туристами. И сейчас могу обязательно ответить. Так что, одну минутку. Могу сейчас вам отправить, фотографировать, проблем хорошо договорились. Не забывайте скачать VPN программы, потому что иначе ничего работать не будет. Это отель с вида ресепшн. Вот здесь мы идем, проходим. Сейчас мы его обойдем, зайдем на его территорию и выйдем на море. Хочу по поводу ремонта сказать. Здесь все очень быстро делается. Буквально вчера я приходил еще на ресепшн, не были запущены фонтанчики, уже все работает. И, опять же, за ночь закатали, везде асфальт. Так что все достаточно быстро делается. Я уверен, что такими темпами они даже, возможно, до Нового года закончат. Смотрите, как я говорил, уже бассейны даже наполнили раньше времени. Я буквально вчера здесь только начал съемку, сегодня уже один из бассейнов наполнил. Как я понимаю, по поводу бассейнов, здесь есть одна часть, это приватные бассейны. Они находятся с левой и с правой стороны отеля. И по центру есть большой один общий бассейн. Но я так понимаю, что сюда и всех остальных будут пускать, просто сделано вот так. И вот с этой стороны уже завершают ремонт этой виллы. Кто хочет жить отдельно, в большом номере, пожалуйста, будет доступно тоже для размещения. Пусть мы будем первые открыватели этого отеля для наших российских туристов. И сейчас мы как раз видим всю эту завершающую стадию ремонта. Скорость будет очень круто. Здесь уже, смотрите, есть готовая зеленая территория. Осталось эти проходы строительные им убрать. Это реально очень быстро. О, еще один бассейн наполнен. Смотрите, здесь уже бассейн наполнен. То есть буквально вчера все заходило, еще было пустота. Сегодня уже бассейн наполнен. Понятно, что они сейчас работают в тестовом режиме, их заполняют, проверяют, очищают и так далее. Но скоро все будет абсолютно доступно и будет работать. Вот, да, еще один приватный бассейн со своим персональным выходом к нему. Вот, как видите. То есть здесь пологие спуски, везде лесенки. Есть меньшая зона и большая зона по глубине. Пойдемте посмотрим, какой здесь ресторан, какой здесь ассортимент меню. Давайте посмотрим. Здесь у нас представленная выпечка, ну и любые горячие блюда. Давайте посмотрим, что здесь есть. Здесь сосиски. Классическая лапша. Горох здесь. Клечина. Карсуфель. Еще рис. Ну, здесь их, как мы можем кашить. Есть овощи. Все, что это. В общем, завтрак достаточно неплохой. В принципе, все, что едите вы дома, здесь все то же самое есть. Плюс также есть представленные фрукты. Все возможные. И еще дополнительные салаты. Кстати, завтрак похож очень сильно, как в отеле Руизи. Примерно то же самое. Может быть, чуть-чуть побольше ассортимента. Мы сейчас пойдем выберем все, что-нибудь. Друзья, я хочу заказать всем вот такой суп. На самом деле, его любят даже чаще иногда и дети, в том числе. Здесь все просто. Вы просто говорите, какую вам нужную лапшу. Говорите, какую лапшу. Он ее варит вам. Кладет основные ингредиенты. Дальше вы выбираете любые ингредиенты самостоятельно. Добавляете их и все. Можете как бы сильно много не добавлять. Взять то, что он вам приготовил. И, в принципе, этого будет достаточно. Пока это все готовится, можно еще что-то есть выбрать. Пойти прогуляться и вернуться за своим блюдом. А как и что выбрать? Смотрите, мы когда приходим к детьми на завтрак, мы стараемся не брать каждому в порту. Мы берем просто тарелки с едой различной. И берем отдельные еще тарелки. И потом каждый берет то, что соберет. Потому что очень сложно определиться детям, что они будут. Одно или другое есть. Поэтому мы обычно покупаем так. Ну вот, как раз мы проходили наш суп и приготовили. Сюда у него можно добавить какую-то любую и другую зелень, орехи и так далее. Лично я стараюсь использовать национальные палочки. Для того, чтобы хоть как-то приобщиться к культуре. Мне кажется, в этом есть что-то. Наш стол завтра готов. Мы все себе принесли. Я думаю, не у каждого даже дома какой-то утренний завтрак есть. В принципе, все есть. Если что-то нам не хватит, мы снова пойдем возьмем. Ну все, а теперь завтракайте. Ну вот, наш завтрак в Аркадии уже начинается. Наверняка вы уже посмотрели этот отель Аркадия. То есть номера. Нашу фишку будет сверху. И, соответственно, дальше вы еще посмотрите территорию. Вот здесь как раз находится ресепшн. Вот здесь выше. На втором этаже. А здесь как раз проходят завтраки внизу. Вот мы как раз сейчас там были. Уже тоже наполнены эти бассейны декоративные, в которых... Ну, которые просто сделаны для красоты. Вот здесь у нас большая территория. Здесь будут сделаны детские зоны, зоны отдыха. Это реально очень будет хорошее размещение. Море совсем близко. Вот оно сразу сливается с отелем. Здесь есть тропиночки. К нему можно выйти. Ну вот мы с вами осмотрели территорию общую. Я думаю, все стало понятно. Это хорошая зеленая территория. На ней еще будет много чего интересного. Ну и, соответственно, здесь прямой выход к морю. Сейчас мы с вами пройдем по тропинке. И выйдем прямо на пляж. И покажем там еще все. Еще на что хочу обратить внимание. У этого отеля, смотрите, здесь, скажем, сосновый такой упор на территории. И в чем хорошо, что здесь можно всегда укрыться в тени. Потому что есть минусы многих новых отелей в разных странах. Когда на территории деревья высажены, но они еще маленькие и не создают тень. И это очень некомфортно, когда хочется просто побыть на улице посетить тени. Здесь это уже реализовано. Скажем, это природный ландшафт. Просто они здесь поставили свой отель. И все здесь очень красиво и живописно. Опять же, считаю, когда на пляже есть в каком-то месте большие камни, это очень красиво. Можно сделать классные, красивые фотографии. Поэтому очень круто. Вот, так что давайте посмотрим этот пляж. Здесь большая береговая линия. Мы сейчас его опять же снимем специально для вас с воздуха, чтобы вы все посмотрели. Мы вышли на пляж с вами. Сразу скажу, что этот пляж, он общий вместе с отелем Руизи. Мы вышли, начнем, в левой части. Основной пляж вон там, где много людей. Все люди купаются там. Сегодня действительно есть волны. И они гораздо больше, чем были вчера или позавчера. Но, тем не менее, людей это сильно не останавливает, не купаются. Сегодня купаться, наверное, с маленькими детьми будет не очень комфортно. Но, если они будут играть в турберега, вполне это будет очень безопасно. Ох уж эти юные исследователи. Их только отправь, они уже ушли. И что вы тут, Робинзон грузы ищите? Робинзон грузы ищите? Робинзон грузы ищите? Робинзон грузы ищите? Вот, дошли до конца бухты Сян-Шуй. Прошли через территорию отеля, которая, видимо, или не достроенная, или наоборот, закрылась, но выглядит как не достроенная. здесь есть большие коттеджи тихо и спокойно и уютно так прикольно сидим просто жуляем вот мы все идем по дальней улице вот это будет сяншуй там находится отель руизе аркадий и идем возвращаемся по улице кстати чем дальше тем дешевле вот купили драконий глаз здесь он стоит 70 рублей то есть семь юаней за полкилограмма две штучки получилось на 9 рублей встретили булочки пирожки вот эти такие лепешки если встретите очень рекомендую они очень такие вкусные хорошие то это такая пачка 5 штук 10 юаней то есть рублей и пирожки по 20 рублей так что вот за все отдаем большой выбор лавок фруктов всевозможных никакой проблемы с выбором фруктов не будет какой-то хочется вот тот колючий для тех кому не интересны фрукты есть пожалуйста овощи любые от брокколи до фасоли мы кстати купили пирожки но мы не знали с чем они они оказываются с шоколадом это типа пончиков очень классная штука кусай вкусно вот видите а многие говорят что в китае есть нечего накормить очень детей все есть абсолютно и фрукты и полочки и пончики такие с шоколадом так что вообще никакой проблемой курочек продают если кто хочет и гусей вот так вот смотришь да стоят курочки продаются прикольно да никто об этом не думаешь а тут за поворачиваться баба их тут сразу чистят мочат и продают ладно пойдемте в кафе не будем расстраивать любителей животных которые сидят только полосе а еще решили зайти в один магазин по дороге далеко от нашего отеля называется он байрумфу а сейчас зайдем посмотрим ассортимент в принципе везде похожи одинаковые напитки и одинаковая снековая продукция и так далее готовые дыкты кого здесь не продают но бывает вот есть фрукты пойдемте вместе посмотрим среды из бытовой химии всякие возможными тарелками чашками ложками рис и так далее все что вам необходимо кстати памперсы здесь продаются никакой проблемы нету они даже дешевле чем в россии есть вот стандартные есть китайские вот мы идем с вами по рядам носки чулочно-носочные бытовая химия все что необходимо шампунь и мыло здесь уже пошли всевозможные снековая продукция вот лапша нашел доширака 250 то есть 25 рублей стоит разного ассортимента если спросите какую берем мы не знаю мне почему-то это нравится она бывает вот так отдельно где заварить можно отдельно и бывает она же в коробках она вот стоит такая же вот коробочки в коробочке она стоит уже 4 лами ну покупаем и так про запас когда уж вечером никуда не хочется идти тогда уж что-то видим масло что я могу еще есть показать здесь соответственно вся возможные сладости а не эти чуко-пае вот такой по 4 юаня булочки всякие печенье такие печенье вот допустим такой такая пачка 70 рублей 7 юаней стоит что эти чипсы но игру такая снековая продукция это не сосиски это китайская сладость но на вкус она не такая уж и сладкая если будете брать иметь это ввиду здесь орешки всевозможные знаю я даже не поймут это едят китайцы но там уши хрящи есть все это таком опять же ассортименте семечки здесь вот сушеные манго например есть по ценам 5-6 юаня то есть 5 рублей за пачку примерно тут все стоит 450 а вот видите ассортимент типично одинаковые очень-то чуть больше чуть меньше но по по составляющим он одинаков здесь напитки всевозможные слабоалкогольные чай и соки вода цены на воду вот она допустим полтора литра стоит 4 юаня вот такая ты его не стоит вода 250 есть можно купить сразу 5 литров это действия не 100 рублей большая бутылка чаи всевозможные как говорил я рекомендую вот этот чай покупать мне он очень нравится стоит 4 я не пол-литра как раз возьму его тоже с собой вот здесь уже крепкий алкоголь стоит есть вина сейчас горелых что китайцев бум на вина у них много привозных вин но также есть свои места на самую ненорогую great wall а вчера мы супермаркете видели он стоило почти также 50 по 8 юаней здесь 60 поэтому цены в общем ну такие же как и везде на алкоголь ну вот это местная типа водка не знаю честно я как бы водку не пью поэтому ничего не могу сказать ни по вкусам ни всем остальным ну вот собственно и все весь ассортимент огромом как играла в каждом магазине очень похож вы берете все что необходимо цены все на все указаны и идете на кассу на кассе производится расчет за наличные либо местными платежной сетей union pain или wechat свечата можно оплачивать но так как у российских туристов этого как правило нету поэтому оплачиваем рассчитываемся наличными вот эти такие вещи которые лежат здесь они в 10 на 10 юаней вот это вся часть вся действия не можно набирать все что угодно это 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 и вот набираете то цена за пол килограмма 10 юаней ну то же самое касается здесь вот друзья помимо того что есть магазин и супермаркет и все остальное вот еще вот такие ребята развозят курицу смотрите какая она аппетитная есть крылышки бедрышки 10 юаней стоит вот такое бедро 5 юаней стоит одна такая штучка окей вот такие то есть большое бедро 110 юаней и маленькая ножка стоит 5 юаней поэтому все принципе свежее не заветренное все укрытое они потихоньку развозят так что можно покупать и так поэтому к вопросу о том что есть бухте сяншуй я думаю это вообще не вопрос здесь очень много кафе магазинов всего остального так что это не проблема друзья но вот мы заказали утку в бекинске заказали 2 риса помидоры там жареные и так далее получилось на 121 но это потому что мы заказали утку в бекинске это на на самое там дорогое блюдо здесь просто один смотрю так что сейчас ждем принесут посмотрим как здесь это готовит это кстати кафе которые самые ближние от отеля ruizy а второе кафе вот здесь и рекомендуем здесь как-то вечером уже кушали а в инстаграме тоже выкладывал 80 юаней мы здесь хорошо покушали сейчас кусить больше потому что взяли утку по-пекински кстати кафе это называется максим а так дорогие друзья резюме по отелю аркадия как звезд который находится в бухте сяншуй вот расскажу отель это сейчас завершающей стадии ремонта с очень крутыми номерами с хорошим завтраком с огромной территории со своими приватными бассейнами он будет здесь будет детский игровой клуб и так далее все это будет уже 2019 году очень рекомендуют отель в бухте сяншуй очень классно расположен очень красивый с очень интересными номерами в каждом номере как вы видели уже есть даже качели поэтому нету никаких замечаний кроме того что сейчас идет завершающая стадия ремонта но поверьте с января месяц уже будет все очень круто и отлично поэтому обязательно сюда заезжайте селитесь покупайте заранее туры они сюда стоят гораздо дешевле поэтому если вы хотите задать вопрос мне вы можете обратиться в ссылки под видео написать мне я вам отвечу есть как всегда у нас специальные условия специальные предложения и мы всегда вам расскажем все от первого лица о хайнане подписывайтесь на наш канал будьте в курсе событий ставьте лайки увидимся в следующих видео мы уже отдыхаем несколько дней снимаем для вас видео контент и естественно мы сейчас будем наше видео рисовать вместе с экскурсией с детьми поехать к экскурсию это остров обезьян плюс термальные источники